Мужчина погиб при пожаре в Мяксинском сельском поселении. Пожар произошел накануне. На момент прибытия специалистов было установлено, что пожар произошел в двухэтажном дачном доме. Строение имеет размеры 9 на 9 метров. Первый этаж выполнен из кирпича, второй этаж выполнен из бруса. Кровля металлическая, дом не газифицирован, электрифицирован, отопление электрическое. Площадь пожара составила 81 квадратный метр, дом не застрахован. Принадлежит 81-летнему мужчине, обнаружен без признаков жизни. Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. В Вологде сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже детских велосипедов и колясок. В дежурную часть МВД России по Вологде позвонила женщина, которая сообщила о краже детского велосипеда из подъезда дома по улице Пугачева. Ущерб составил порядка 3 тысяч рублей. Еще два аналогичных заявления поступило от жительницы заречной части города. Одна волокжанка пояснила, что из подъезда дома пропала коляска стоимостью 8 тысяч рублей. У другой потерпевшего украли детский велосипед около дома по улице Северной. Ущерб составил порядка 4 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж. Им оказался ранее судимый житель Вологды. В Череповце полицейские задержали молодых людей, которые неправомерно надели форму сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в УМВД при просмотре записи камер видеонаблюдения, систему «Безопасный город» сотрудники дежурной части УМВД России по городу Череповцу заметили компанию молодых людей в одном из скверов. На видеозаписи было видно, как сотрудники полиции задерживают молодого человека, в то время как некий человек фиксирует все это на фотокамеру. Так как в эту часть города наряд полиции не направлялся, информация была передана руководству УМВД. На место был направлен наружный наряд. Сотрудники УМВД России по Череповцу изъяли у юношей форменное омбудирование с символикой и знаками отличия правоохранительных органов. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова